Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать для вас расклад, который называется «В каком духовном уроке я застряла?». Почему именно этот расклад? Я поставила с одним человечком такой эксперимент. Договорили, что мы сделаем для того, чтобы посмотреть, какая будет обратная реакция от людей. Почему? Потому что у меня была беседа, в которой прозвучало с моей стороны следующие слова о том, что большинство людей на просторах YouTube-канала, которые вообще просматривают расклады, они выбирают больше любовную тематику, либо под тематикой саморазвития выбираются расклады на предсказательную тему, либо тему, я не знаю, знаков, что вам хотят передать духи рода, умершие или еще что-то. Но такая тематика лично в моем понимании, она меня очень сильно драконит. Почему? Потому что мои убеждения идут вразрез с названием и заголовком и сути этих раскладов. Почему? Потому что название, это, конечно, оно притягательное, оно интересное, что вам хотят передать умершие люди и все такое. Но в понятии как раз-таки саморазвития мало кто углубляется в понимание, что, а что происходит вообще после смерти, когда люди идут на перевоплощение, если они пошли на перевоплощение, то как они могут передавать какую-то информацию, да, и если передают информацию, то кто ее передает, откуда. То есть над такими вопросами мы не задумывались, нам просто нравится заголовок, мы его выбираем и смотрим. Вот, и такая тематика у меня очень сильно драконит. Так вот, в беседе как раз-таки и был такой, с чем связан эксперимент, была такая идея моя показать моему оппоненту, что когда заголовок именно такой, ну, как правильно сказать, просится спросом, да, как это, есть спрос на такой заголовок, да, то люди смотрят. Вот, то есть у меня прям, действительно меня вызывает на эмоции, такое, знаете, отношение людей к жизни немножко не индивидуальное, а как бы так сказать, чтобы не обидеть никого, а немножко стадное, да, то есть есть такое понятие, там, я не знаю, ну, условно говоря, что есть чакры, все, никто никогда не пересматривает, никто не задается вопросом, а есть они или нет, то есть правда это, либо это обман, вот, но все верят, все смотрят, все слушают. Так вот, эксперимент в том-то и заключался, чтобы показать человеку, что когда ты используешь определенные ключевые слова, которые, на которые есть спрос, то и просмотры будут, вот, и, но мое внутреннее такое, знаете, сопротивление, как я уже сказала в самом начале, я не хочу никого ни к чему не обязывать, но когда у меня внутри есть какие-то свои определенные, ну, скажем так, знания, да, опыт, который наработан не, как бы так сказать, не в общих источниках, да, то есть это не где-то у кого-то в каком-то тренинге подслушано, еще что-то, а немножко более такие сакральные источники, о которых я не хочу говорить, вот, я понимаю, что, ну, идет просто несостыковка того, что говорят многие, и немножко тех знаний, которые есть у меня. Опять же таки, я всегда ставлю себя на место других людей, и я представляю, что другой человек может сказать, да, с чего ты решил, что вот именно твои знания, они правильные, верные, а не других. Окей, я как раз вот на этот счет и не хочу спорить. Я вообще не люблю спорить, ну, потому что я считаю, что это как-то бессмысленно, и именно после COVID, как я уже говорила, я отказалась от вообще учительства, какого-то передавания что-то, каких-то там знаний, либо еще чего-либо. Я могу рассказать, если что-то интересно, да, но если я вижу, что у человека нет интереса, я не буду там своими взглядами, либо своим мнением как-то навязывать кому-то что-то. Кто захочет, да, тот найдет, и я с этим неоднократно сталкивалась. Так вот, о чем я хочу сказать. Недавно в своем инстаграме в начале, не в начале, а несколько дней назад, я выкладывала стори на тему, как понять, нахожусь, ну, все ли со мной окей, да, нахожусь ли я в силе своей, либо я ее разбазариваю. Эта информация была взята от моего бывшего учителя магии. И я неоднократно про нее говорила, вот, сейчас я у нее не... О, микрофончик, сори, сори. Сейчас я у нее не занимаюсь, но просто, зная о силе и способностях, возможности этого человека, я периодически перепроверяю, насколько мое убеждение и ту информацию, которую передает этот человек, они совпадают. И пост, он был, значит, такой вот, может быть, вам будет полезно, поэтому я хочу про это сказать. Не будет полезно, проматывайте сразу на расклад. Несколько признаков того, что с нами все в порядке. Вообще признаков много, но данный автор выделил семь. Итак, первый признак – это хорошее настроение. То есть, если вы просыпаетесь... Сегодня солнечное, так закрою. Значит, если вы просыпаетесь, у вас хорошее настроение, это показатель того, что вы находитесь в своей силе, что вы ее никуда не разбазариваете, она есть у вас. И это вот такой важный момент, расскажу почему потом позже. Второй момент. Все вокруг кажется интересным, да, интересным, чтобы не переврать. Все вокруг кажется интересным. То есть, если у вас есть, вот вы смотрите по сторонам, мне это интересно, я и это хочу узнать, я и это хочу узнать. Показатель, опять-таки, того, что с вами все окей, да, что вы целостные, окей. Под словом окей подразумевается, что вы целостные, вы не сливаете никуда свою энергию. Следующий пункт. У вас нет претензий ни к себе, ни к другим. Вот это для меня лично, для меня очень важный пункт. Почему? Потому что я претензионный человек. И если вы отмотаете на несколько минут ранее этот ролик, вы увидите, что в моих словах уже проскальзывают нотки претензий, да, претензий, что люди, вы меня не понимаете, вы не выбираете. То есть, это тоже уже своего рода какие-то претензии, пускай они напрямую не озвучены, но как этот контекст, какой-то вот подспутный, какая-то информация претензионности, она приходит с одной стороны. С другой стороны претензия не только к другим людям. Это как раз-таки вопрос должествования, да, как люди должны чему-то соответствовать или нет, моим взглядом, к примеру, да, либо нет. Разделять их или нет. Вот эти моменты должествования, претензии, они присутствуют. Если не к людям, то к себе однозначно. И если мы говорим в контексте самопознания, то либо саморазвития, вот этот вот момент, очень интересно поразмышлять над ним. В чем у меня очень много претензий к себе. Я очень претензионный человек, и я вот когда читала эти знаки, я для себя отмечала, над чем мне нужно работать. То есть как минимум снять претензии к самой себе и к другим людям. Вопрос должествования. Четвертый пункт. Вы ни за кого не запереживаете. То есть я озвучила только четыре пункта, но если вы по каждому ставите себе галочку, ну хотя бы одну, имейте в виду, что уже и с вами, и со мной не все так. То есть мы уже куда-то сливаем свою энергию. Кто-то может сказать, а как, я разве могу не переживать? Да, можно. Переживание – это как раз-таки показатель привязанности. Поскольку текст, опять-таки, написан магом, хочу сказать, что у магов, настоящих магов, нет привязанности. Вообще ни к чему, да, потому что там есть такое понимание, что маг – это независимый человек. И как раз-таки это ответ на вопрос, почему у магов не то, что не может быть семьи, а у них в приоритете их любимое дело. Потому что когда есть семья, есть волнение, переживание, и есть привязанность так или иначе к семье. И она всегда будет забирать силы, которые нужны магу на познание себя и на свое дело. Поэтому в магии не запрещается иметь семью, но только, скорее всего, когда ты уже достиг таких вот высот, когда у тебя нет привязанности. То есть, по сути, ты не переживаешь, ты не сливаешь туда энергию. Вот в чем причина. Кстати, в религии, я не знаю, как в исламе и в других, но в христианстве на высоких уровнях, я не знаю, какие ступени есть у попов, у служителей, не разрешается иметь семью. Наверное, не случайно, Папа Римский тоже не имеет семью. То есть, тоже какой-то смысл в этом есть. Если вам интересно, подумайте над этим. Пятый пункт. Вы все время заняты какими-то делами. Опять-таки, с вами все окей. Почему? Потому что у вас есть чем заняться. И когда нечем заняться, то есть, это как раз-таки второй пункт, когда мне ничего не интересно, я не хочу ничем заняться. Дела это не в контексте, там что-то решать. Дело это, ну, элементарно, может быть, что-то почитать, что-то узнать новое. Так, шестой пункт. Вам хочется учиться чему-то новому. То есть, если постоянно я хочу и это узнать, и это узнать, вот это вот желание, любопытство, да, то есть, здесь все подспутно основывается на любознательности. Вас ничего, да, правильно я читаю? Вас ничего не раздражает, да, то есть, нету включенности эмоциональной, потому что эмоции – это тоже слив своей силы, слив своей энергии. Вот есть семь пунктов всего лишь озвучила, да, а сколько? Я не знаю. Ну, как минимум, на пять, на шесть я всегда делаю, отмечаю, что вот здесь не в порядке, да, то есть, с чем можно поработать. Вот, и начиная все с того, что у вас хорошее настроение. Вот как минимум, сейчас у меня хорошее настроение. Шесть остальных пунктов я могу выделить, но вот настроение хорошее. Что же делать, да, вот в таком разрезе, если что-то отмечаем для себя, что, ну, нет, я не в силе своей, да, я не в целостности, то первое, что нужно начать, это поднять свое настроение, потому что настроение – это гормоны, а гормоны – это иммунитет. Это как минимум защита ваша. Поэтому первое – учимся работая со своим настроением, да. Я не говорю, чтобы оно всегда было прямо так вот на подъеме, но хорошее настроение, то есть расположение, хорошее расположение духа, да. Не случайно есть такое выражение. Об этом я хотела вам сказать, не буду занимать больше ваше время. Посмотрим. Мне просто любопытно, сколько просмотр вводит на слове «духовный урок», да, то есть ключевое слово здесь, вот «духовный урок», все, что связано там везде, где проскальзывается слово «духовность», это всегда почему-то цепляет людей. Хочется сказать, прям такая псевдодуховность, псевдоразвитие. Мне любопытно. Просто сколько просмотров будет. Вот. Итак, значит, работать будем на колоде «Таро сумасшедшего дома». Замечательная колода. Я уже говорила, что я ее наконец-таки изучила. Очень глубокая. Она дает переживания, она дает состояние, она дает мне в считке, знаете, такое вот ощущение ситуации, причем это не какие-то там идеальные, а вот прям рядом с нами. Не знаю, мне эта колода очень-очень нравится. Ее можно как и оракульную читать. Очень много информации. Прекрасно. Я уже говорила, написанная книга с сопровождением к этой колоде. Прям красочные такие. Сразу видно, что Эльза, ну помимо того, что мастер Таро считается, вот. Ее первая профессия – это лингвист, да, и видно, что человек правильно, в кавычках правильно, потому что нету правильного. Используют язык, то есть описание, они прям создают образы. Я рекомендую просто книжку почитать, если есть такая возможность, даже не приобретать колоду, а просто почитать. Это вот прям, читаешь каждое слово-сочетание, и у тебя прям образы рождаются. Просто обалденно. Я восхищена описанием. Позиции перед вами, тайм-коды тоже есть, тоже присутствуют в описании. Не забывайте, что есть ссылка на список раскладов, для чего он нужен, для того, чтобы прежде чем предложить какой-то расклад, зайдите, перейдите по этой ссылке, посмотрите, какие расклады уже есть. Потому что меня дико драконят, когда люди не слышат меня, и просят то, что уже есть. Просто недавно была такая ситуация, когда мне просили сделать один расклад. И я, как всегда, опять-таки то, что я говорила, претензии к тому, что если, я говорю, что есть уже такой расклад, а я никогда не повторяю одни и те же расклады, потому что мне неинтересно. А человеку даже просто неинтересно посмотреть, а был такой расклад или нет. И просят. Меня это драконят. Я почему-то в этом вижу неуважение к моей работе. Может быть, потому что я слишком высоко ценю свой труд. И это, наверное, правильно. На мой взгляд. Хорошо. Много сегодня наговорила. Но все же. Итак, позиция номер один. В каком духовном уроке вы залипли? Давайте посмотрим с вами. В каком духовном уроке вы залипли? Девятка кубков. Не знаю, показывать вам, не показывать карты. Наверное, когда я буду делать расклад в формате руки-карты, попробую сделать на этой колоде, чтобы вы посмотрели. Потому что так издалека. Неинтересно. В уроке, знаете, наслаждение и удовольствие. Вот так я скажу. С одной стороны, опять-таки, у всего есть две... Как? У палки есть два конца. Да, у всего есть две стороны медали. С одной стороны, удовольствие – это хорошо, но запрос все-таки звучал, в каком уроке вы залипли. Вот здесь вот вопрос, когда вы залипаете в своих удовольствиях, наслаждениях, именно когда мне хорошо. И в чем здесь залипание? Залипание здесь в том, что мы не то чтобы не хотим двигаться дальше, мы не видим перспективу дальнейшего нашего движения. Почему? Потому что меня и так все устраивает сейчас. У меня и так все хорошо. Здесь прекрасно в карте отсутствует голова. И приблизительно там, где должна быть голова, есть корона. Это говорит о том, что отсутствие всевозможных мыслей, а мысли – это когда переживание, волнение и все такое, это приносит удовольствие. Когда мне ничего не тревожит, когда меня ничего не беспокоит, когда я ни о чем не думаю, и мне так хорошо, и я наслаждаюсь. И вот это залипание в этом наслаждении, либо как минимум стремление к тому, чтобы такое вот безмятежное, беззаботное времяпровождение, когда я могу наслаждаться разными яблоками, которые здесь есть, я ни о чем не переживаю. То есть здесь ключевое то, что я устал, либо устала думать, либо задумываться, либо здесь мысли, мысли, они настолько гложат, что в какой-то момент вот эта вот внутренняя тишина, отсутствие внутреннего диалога приносит такое некое расслабление и удовольствие. Почему залипание, то есть с чем здесь связано аркан звезды? Залипание связано с какими-то, знаете, здесь сразу как будто бы иллюзорное такое представление приходит о том, что мне будет хорошо, когда я буду долгое время находиться в этом, то есть здесь сразу по ощущениям идет усталость, усталость, что ж такое, такое ощущение, что у меня здесь какой-то волос и что-то мне мешает, как-то вот это вот ощущение того, что я устала, я долгое время решала какие-то задачи других людей, свои какие-то, вот этого, знаете, усталость от того, что кому-то что-то должен, где-то какие-то мысли о том, что может быть должен как-то реализовывать какие-то свои мечты, куда-то двигаться, вот эта вот усталость от мыслительного процесса, я бы сказала, такая ментальная жвачка, от которой вы устали, и причины как раз связаны с тем, что здесь по аркану звезды, напомню, что это все-таки колода Тару сумасшедшего дома, здесь главные персонажи, это люди, которые лечатся в психической больнице, психически нездоровые, и мы все такими являемся в некой степени, так вот, причина всего этого того, что я хочу сбежать, побег, я хочу вот по этому свету подняться к звезде, аркан звезды, да, то есть я наполняю ванну водой, и вот эти вот струи, они успокаивают мою душу, для чего, для того, чтобы, знаете, вот как будто бы какой-то побег от реальности, и в данном случае ваш духовный урок, вот этого вот залипания, наслаждения, в удовольствие, почему, потому что, да, окей, какое-то время вы можете быть в этом состоянии, но реальность, она остается той же самой реальностью, и если вы не научитесь решать задачи, таким образом, чтобы не зацикливаться на ней, да, то есть здесь усталость, почему, потому что я больше делаю акцент на том, что в моей жизни очень много проблем, очень много сложностей, мне надо постоянно их решать, и я от этого устаю, и зацикленность в том, что акценты я делаю в большей степени на проблемах, а не на том, что для баланса, да, можно как-то и отдыхать, сразу могу сказать, что здесь люди, которые не умеют отдыхать, то есть даже, когда вы чем-то не заняты, ваша голова все равно очень активно работает, и отсюда нету ощущения отдыха, расслабления, то есть здесь нету расслабления, поэтому вы зациклены на том, что если сейчас вы находитесь в том периоде, когда у вас есть эта расслабленность, да, вы за нее как будто бы держитесь, да, и получается, что эта расслабленность, она искусственная, потому что то, за что вы держитесь, вы этого и лишаетесь, То есть акцент здесь вам нужно сместить на понимание как раз-таки того, что почему вот эта вот ментальная жвачка, она не дает вам, во-первых, расслабиться полностью, а с другой стороны здесь как будто бы побег от реальности, от решения каких-то задач. Здесь надо пересмотреть, почему в этих задачах вы видите, то есть ваше отношение к этим задачам, почему вы видите здесь какую-то сложность, почему вы видите какую-то трудность, почему вообще вы выбираете делать акцент на то, что решение это вообще любых задач, это вот какой-то труд, это преодоление, это вот прям геракловские какие-то победы, то есть что-то такое, что забирает у вас очень много сил. Здесь нужно пересмотреть свое отношение к решению задач. То есть это не какие-то прямо, знаете, сложности, а если таковые и являются, то это лишь потому, что вы так считаете, что вы для себя выделяете решение задач, либо вот все, что связано с действиями, для вас, у вас это скорее всего забирает очень много сил и очень много энергии. И вот с этим вот вам нужно разобраться, почему, в чем проблема, почему действия для вас, то есть вам проще как-то что-то решать на ментальном уровне, либо на астральном, ну то есть погружаться в какие-то эмоции, состояния, переживания, нежели реализовывать это все через физику, на физическом уровне, на материальном каком-то плане. Здесь ощущение уже отсутствия некой такой гармонии, что вот я как будто всю энергию, я не могу ее заземлить, я не могу ее реализовать. Здесь сразу могу сказать, что есть люди, у которых прекрасные идеи могут рождаться, но вы их не можете реализовывать. То есть в голове своей вы можете придумывать тысяча один способ, как можно заработать, как можно разбогатеть, как можно стать счастливым, но по факту в реальной жизни вы этого как будто бы добиться не можете. То есть нету, знаете, как это называется, пропускной какой-то такой, как будто сказать, системы, что все застревает на уровне, на тонком плане, не спускается вниз, не спускается, не получается как-то каким-то образом. И поэтому есть вот этот вот побег, побег от реальности, потому что реальность меня не удовлетворяет. Чем вас не удовлетворяет ваша реальность? Аркан, башня. Не удовлетворяет ваша реальность как раз тем, что я говорила во вступлении. Сразу могу сказать, да, здесь люди претензионные как минимум. Не удовлетворяет. Чем? Не удовлетворяет тем, что вы не чувствуете себя свободным. Свободным в передвижении, свободным как-то вот в своих мыслях, может быть, свобода слова. Здесь вот есть какие-то ограничения, рамки. Причем эти рамки, которые вы сами себе ставите, здесь нету рамок внешних. Это внутренние рамки, основанные на ваших убеждениях. То есть есть уже сразу несостыковка того, как вы смотрите на мир и какой мир на самом деле. Здесь идет разрушение. Сейчас я сразу могу сказать, что идет ваш какой-то духовный урок. Мне кажется, я по трем картам могу всю историю вашу рассказать на данный момент. Сейчас идет такая, знаете, переоценка ценностей разрушения. Когда вы выбираете для себя либо какую-то свободу, то опять-таки здесь свобода как побег. Побег от того, что у меня не получается, у меня что-то не складывается. Я не могу получить тех результатов, которые хочу и ожидаю. Здесь убеждения о несвободе, о том, что меня сдерживает, о том, что меня ограничивает. Что вас тут ограничивает? В чем здесь проблема? Рыцарь Жезлов. Во-первых, вам ограничение, как раз то, что я сказала, в неумении реализовывать свои идеи. Вам не хватает силы, вам не хватает запала, вы очень быстро перегораете. У вас какие-то ценности, такие, знаете, более щедрые, что ли, открытые. Здесь огненность, здесь желание отдавать, здесь желание делиться, здесь желание о чем-то рассказывать, что-то передавать. Вот ощущение того, что мир это не принимает. Либо вы, ну, знаете, как это элементарно, я не могу найти, ну, условно говоря, заинтересованные, свободные уши, да, когда людям было бы это интересно услышать. Вот здесь что такое? А почему? Почему вы ощущаете, что вот вас никто не слышит? Что ваши идеи не нужны, не востребованы, да, что вот здесь чувство какого-то, знаете, фонтанирующего источника энергии, да, который мог бы быть прекрасным инструментом. Вот знаете, как это? Приходят животные на водопой. Вот здесь вот ощущение того, что почему люди не приходят к вам? Ведь вы являетесь этим источником, этим фонтаном. Ну, вот аркан смерти, потому что здесь вам нужно изменить ваше сознание, ваше восприятие, что, знаете, вы находитесь на этапе того, что вот какие-то ваши старые убеждения, сценарии, они уже не работают. То есть то, как вы видели раньше мир, он уже не работает, и он и не будет работать, потому что вы уже выросли. Ощущение того, что вот вы выросли, но где-то в своем, ну, используете какие-то старые модели поведения. И здесь вот вам как раз-таки говорят, что вы застряли в этом переходном этапе, да, отпусти это прошлое. Вот эта вот свобода, о которой мы говорим, да, вот здесь как будто бы свобода от прошлого, от ваших прошлых взглядов, от ваших прошлых убеждений о том, что вы считали, как вы считали. Вот это вот все, оно уже не работает. И где-то внутри бессознательно вы ощущаете, что есть что-то новое, да, к чему бы я хотел пойти, к чему бы я хотел, по крайней мере, стремлюсь. То есть новая какая-то среда, новые взгляды, новое какое-то пространство, но вы где-то застряли на этом переходе. И как будто бы, знаете, еще новое не пришло, а старое уже отжило. И вот пока эти процессы идут, я вот сяду и буду здесь яблочками наслаждаться, да, отдыхать, ни о чем не думать. Ну, когда новое придет, тогда я войду, да, вот здесь вот что-то такое. Дело в том, что залипли в переходном этапе. Это, знаете, как подземка. Я спустился вниз с одной улицы, да, для того, чтобы перейти на другое. Вот, а на другую не хочу, почему? А я услышал какого-то там местного музыканта, который играет прекрасную музыку. И я сижу, кайфую, наслаждаюсь, зачем мне наверх выходить? И вот вы где-то в этой подземке застряли. И здесь речь идет о том, что вам нужно выйти все-таки из подземки. С какое время вы там выйдете, да? Ну, окей, если хотите, там, я не знаю, месяц, два, сколько угодно. По вашему желанию вас никто не подгоняет. Но если вы задаетесь вопросом, почему меня никто не слушает, а кто вас будет слушать в подземке? Только те люди проходящие, да, но у них свои задачи. И мне интересно. Вам нужно выйти наружу и увидеть большие возможности, да. То есть большее количество людей, а не только те, которые идут по подземному переходу. Да, то есть есть люди, которые не пользуются подземным переходом. И, возможно, это те люди, которые вам нужны. Здесь полностью у вас идет обновление вашего окружения, ваших взглядов, ваших принципов, морали, вообще мировоззрения. Здесь идет, знаете, еще очень сильно освобождение. Освобождение от ваших прошлых взглядов. Здесь, если не говорить общими словами, то здесь, знаете, такое ощущение, что вот вы просыпаетесь утром и понимаете, что жизнь действительно разделилась на до и после. То есть, ну, как-то не так я раньше жил, как-то не так смотрел. Это не хорошо и не плохо. Это просто ваш пересмотр, пересмотр всей вот этой вот ситуации, как это было ранее. И вы понимаете, что меня это уже не устраивает. Не устраивает почему? Потому что пришел процесс взросления, пришел процесс нового какого-то понимания жизни. То есть дети смотрят на жизнь как-то по-своему, юность по-своему, зрелость по-своему, старость по-своему. То есть в каждом периоде жизни есть какие-то свои плюсы и минусы. Почему я говорю про периоды жизни? Потому что аркан смерти у нас говорит о кризисе. Кризис, который вы проживаете внутри себя сейчас. Это не обязательно кризис среднего возраста. Я бы сказала, что это кризис взросления. Когда внутри вы созрели, зрелость пришла, а в теле, во внешнем мире вы еще это не принимаете. То есть здесь еще как-то присутствует какое-то детство, желание как-то удержать за то, что было ранее очень ценным. А сейчас такого нет. Да, то есть зрелость внутри-то она есть. И здесь такая, знаете, как бы так сказать, это как в фильме «Большой», что ли, если я не ошибаюсь, правильно этот фильм называется. Там, где тело было юного парня, и повадки были подростка такие. А внутри человек такой достаточно зрелый. Это не про то, что вы не можете радоваться жизни, как маленький ребенок. А это про то, что вы должны себе отдавать отчет, что... Я прям слышу, кто-то пишет в комментариях о том, что я не хочу взрослеть. Вот здесь вот как раз-таки про это. Почему? Потому что взрослость – это ассоциации неверные старости, беспомощности, в ограниченных возможностях. Вот эти вот ассоциации, они как раз-таки неверные, да. То есть зрелость – это про целостность, это про независимость, это про самостоятельность, это про ценность себя, важность себя, когда ты ставишь себя на первое место, потому что ты понимаешь, что это твоя жизнь, да. Вот. И здесь просто неверные какие-то ассоциации со зрелостью, они могут вас останавливать, и есть вот несостыковка как раз-таки внутреннего и внешнего. То, что вы ожидаете, то, что вы хотите, то, что вы можете, с тем, что вы получаете, потому что идет внутренняя какая-то борьба, которую вам нужно разрешить. Так, ладно, на этом я остановлюсь, потому что я могу говорить бесконечно, но я надеюсь, что вы поняли ваш духовный урок, в котором вы залипли на данный момент. Что нужно сделать, опять-таки иногда, опять предугадывая, да, предвосхищая вопрос, так что же мне сделать? Слушайте внимательно расклад. Когда я рассказываю, что происходит, в этом есть уже ответ. То есть в самом описании уже есть ответ. Вот услышите вы это или нет, это уже ваша какая-то способность, да, либо то состояние принятия, в котором вы находитесь. Иногда мы не хотим принимать, а если мы не хотим принимать, мы это и не хотим слышать, мы это и не услышим. И иногда такое есть ощущение, что я хочу услышать, да, но я не получаю. Нет, вы не получаете просто потому, что вы не хотите. Мы получаем всегда то, что мы хотим. Второй вопрос. Насколько мы честны с собой, да, потому что иногда может возникать такое ощущение, что а я не хочу болеть, а я болею. Почему? Потому что вы хотите. И вот здесь вот честность, да, то есть какая выгода есть в этой болезни для вас, что вы ее в себе притягиваете. Мы всегда, еще раз скажу, мы всегда получаем то, что мы хотим. Вопрос честности. Сядьте честно и посмотрите. На себя со стороны не можете, найдите специалиста, который вам поможет. Но это вот прям, это всегда будет больно. Это всегда будет больно. Так, мы с вами переходим к позиции номер два. Красненькому камешку. Так, в каком духовном уроке застряли двоечки? Тройка кубков. Улыбаюсь почему, потому что здесь нарисованы, значит, три девушки, которые пряшут вокруг стола, вот, и там бутылка алкогольного напитка, да, разлили на троих, хочется такое сказать. В каком духовном уроке застряли? Застряли в уроке, знаете, как-то вот облегчить себе жизнь, чтобы жизнь была таким праздником, да, чтобы найти окружение и понимание, может быть, поддержку людей, да, с которыми можно будет разделить свои невзгоды, свое хорошее настроение, да, свое, может быть, наоборот, плохое какое-то настроение. То есть здесь залипли, я бы сказала, в своем окружении, залипли с теми людьми, возможно, с которыми уже больше нету развития. Либо они вас не понимают, либо, наоборот, настолько хорошо понимают, что, хочется сказать, поддакивают каждому вашему слову и не помогают, не способствуют вам дальнейшему какому-то развитию, да, то есть, например, если что-то не очень-то хорошо у вас не получается в жизни, то вот ваше окружение говорит, ну, не получается, ничего страшного, вот отдохни, расслабься и все само собой разрешится, да, как это, утром, вечером и дрени, и ты понимаешь, что от этих слов вроде бы, да, как-то хорошо, но они не помогают решить какую-то очень важную наболевшую проблему, что как будто бы оттягивается вот этот вот период решения, поэтому, что, вот не хочу посмотреть ваше окружение, какое оно, ваше окружение, пажмичей, пажмичей, если я правильно помню изображение этого героя, то это, по-моему, Сен-Зе-Жермен. Здесь, знаете, не то чтобы хитрые люди, а здесь вот в вашем окружении есть какие-то люди, которые, хочется сказать, знаете, без роду, без, как бы так сказать, без какого-то благородного происхождения, при этом люди, которые, возможно, сделали себя самостоятельно. Может быть, в вашем окружении есть люди, которые без какого-либо образования, да, но, вот, знаете, успех к ним пришел, то ли хитрым путем, то ли нехитрым, здесь не столь важно, да, то это люди, в принципе, они чего-то достигли без каких-либо, как бы так сказать, здесь нету, здесь нет культуры, здесь нет образования, здесь нет какого-то такого, знаете, как это сказать, ценности, воспитания, что ли. Здесь, может быть, люди, которые очень рано повзрослели, да, ну, например, из многодетной семьи, и очень рано пришлось пойти работать, да, то есть здесь не про взращивание духа, здесь про какие-то вот более материальные, что ли, аспекты, про достижение каких-то целей своих. Почему, в чем здесь вот негатив этого, то, что я считываюсь, в том, что у вас, может быть, какие-то такие возвышенные ценности, да, то, что знание это все-таки свет, да, образование, да, оно нужно, оно необходимо, то есть, по крайней мере, есть какой-то спектр выбора, работая там по своей специальности, по своему образованию, то есть, ну, то есть, больше возможностей, как будто бы открываются у людей, таких вот, здесь у меня не состыковка вашего воспитания, вашей культуры, вашего мировосприятия с теми людьми, которые есть у вас. Здесь такое ощущение, что, вы знаете, как будто бы городской человек попадает в деревню, и, в принципе, в деревне все хорошо, да, но там жизнь намного проще, проще в контексте ритмов и ощущение того, что есть какая-то несостыковка, то есть, у вас есть там, например, целеполагание, достижение чего-то, какие-то планы, которые вы строите на жизнь, а вот вы попали в деревню, вот вы смотрите, что, ну, хорошо, там, у этого, там, ценности, я не знаю, создать семью, там, выпить, пойти на завод поработать, пришел, надо отдохнуть, как отдохнуть, выпить, и вы понимаете, что, блин, ну, то есть, работа и выпивка, работа и выпивка, в этом заключается весь смысл, и вы понимаете, что вот есть несостыковка. Я сейчас утрированно этот пример про деревню говорю, почему, потому что, безусловно, там люди очень много работают, и сейчас не про обесценивание ни в коем случае, я просто хочу вам показать несостыковку одного мировосприятия с другим мировосприятием, и поэтому здесь могут присутствовать даже какая-то зависть иногда, да, и, может быть, обесценивание вашего окружения в вас именно по причине того, что, ну, вот, ты как будто бы белая ворона, не от мира сего, не свою жизнь ты проживаешь. Знаете, вот у меня такое ощущение, что, может быть, женщины начинают говорить, что о каком принце ты, к примеру, мечтаешь, да, 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 вот возьми вот этого, вот он рабочий, ну, хорошо, руки растут оттуда, откуда надо, а ты вот все себе там что-то такое намечтала, какого-то там самостоятельного, я не знаю, независимого там альфа-самца, все такое, вот возьми нормальный мужик, да, простенький, да, без образования, да, без каких-либо знаний, ну, вот он о тебе позаботится, вот здесь вот какое-то такое. А вы понимаете, что мне чужит этот человек не потому, что он плохой, а потому что мне не о чем с ним поговорить. У нас разные взгляды на мир, у нас разные интересы, у нас разные убеждения, мы в разные стороны смотрим. То есть у каждого человека по своему уровню должна быть и пара, да, то есть по сеньке шапка, не то что взять то, что не нужно. И вот здесь вот это вот ваше непонимание между вами и вашим окружением. Еще какое ваше, а здесь хитрости много, знаете, вот какой-то вот, какого-то обмана. У меня такое ощущение, что здесь почему-то мне идут неприятные слова. Опять-таки, я никогда в раскладах не хочу никого обижать, у меня нет ничего личного с ни с кем, да, вы меня не знаете, я вас не знаю. Ну, то, что вот я вижу, мне надо эту энергию как-то объяснить, обозначить, дать ей имя. И вот я стараюсь из общих примеров жизненных, да, как-то обозначить, придать форму той информации, которую я получаю. Здесь у меня такое ощущение, что есть люди-барыги, я не знаю, как их по-другому назвать. Их нельзя назвать торговцами, их нельзя назвать, там, я не знаю, продавцами. Вот здесь вот барыги с целью нажиться, да, вот почему именно барыга? Потому что здесь присутствует какая-то хитрость, какой-то негатив с целью нажиться, с собственной какой-то наживы за счет другого человека. А у вас ценности на равных, ценности на взаимообмен, на правильные какие-то энергии. А у окружения этого нету. Вот я поэтому, я не знаю, как донести информацию так, чтобы не обидеть, потому что в вашем окружении могут быть действительно ценные для вас люди и близкие люди. Но, в принципе, здесь, знаете, у этих людей трудный путь. То, что я сказала, да, они очень быстро повзрослели, они очень рано встали на ноги, им пришлось взять какие-то обязательства. И жизнь их сделала более черствыми, может быть, в какой-то момент. А вы более духовные. И независимо, я не говорю, опять-таки, что у вас легкий путь. Хотя, в принципе, здесь не показано каких-то трудностей, сложностей, вот таких вот прям очень важных, ну, на физическом плане, да, здесь трудности, сложности у вас могут быть в эмоциональном аспекте, что вы переживаете очень много, что вы плачете, огорчаетесь, предательства могут быть, вами могут пользоваться. Но, опять-таки, это связано с вашим, ну, психотипом, мироустройством. Четверка жезлов. Вот, знаете, здесь окружение людей, которые хотят жить хорошо, но как будто бы хотят жить хорошо за счет других людей. Либо видят, что жизнь это какой-то праздник, и вообще не обращая внимания на то, что происходит. Ну, то есть, чувство, как будто вам все время говорят, живи проще, живи легче. Все время как-то вот советуют, рекомендуют как-то жить. Не так, как вы себе представляете. И ощущение того, что вот вас как будто бы выставляют человеком, что с вами не все окей. Но при этом, при этом, да, вести с вами дружбу, да, окей, хотят. Ваше окружение по четверке жезлов. Люди, которые не вырос. Смотрите, четверка жезлов и паш мечей. Что паш – это незрелая личность. И здесь в четверке жезлов нарисован сумасшедший, который празднует свое четвертое день рождения. То есть, маленький ребенок, который не может повзрослеть. Ему жизнь мила в праздниках, веселье. То есть, в некой степени шут. То есть, в вашем окружении незрелые люди. Поэтому понять ваших ценностей им будет сложно. Хорошо. Почему вы застряли вот в этом, в тройке кубков, вот в этом своем духовном уроке? Верховная жрица, да, потому что здесь вам нужно найти внутренний баланс. Здесь вам нужны ваши какие-то, с одной стороны, какие-то дополнительные знания вам необходимы. Возможно, вам просто интересно сакральные какие-то знания, эзотерические знания, духовные. Но, с другой стороны, вы застряли в том, что вы как-то не понимаете. Вы не понимаете себя. Вы не можете найти внутренний какой-то баланс из-за того, что ваше окружение, оно как бы так противоречит вашим внутренним взглядам. И поэтому ощущение того, что внешний мир и внутренний ваш мир, они не состуковываются. Вы не можете найти этот баланс. Поэтому в этом и заключается ваш духовный урок, чтобы найти этот баланс, чтобы выровнять то, что есть во внешнем мире и то, что есть внутри вас. Мне хочется спросить, как это сделать, как прийти к этому балансу. Колесо фортуны. Колесо фортуны. Знаете, ощущение того, что жизнь, она переменчива, что солнце всегда сменяется луной. И здесь вам просто нужно понять, что все уместно. То есть не, как это сказать, не делать выбор. То есть что верное, я и мое восприятие, либо людей и их восприятие. А уместно все, и вы, и взгляды вашего окружения, людей. То есть так, как солнце сменяется луной, а луна сменяется солнцем, то есть вот эти вот перемены. То есть все уместно. Солнце уместно днем, луна, она уместна ночью. То есть мы не можем представить ночью, чтобы солнце восходило, либо днем, чтобы луна восходила. Хотя даже если бывают такие моменты, если вы замечали, когда днем видна и луна. То есть присутствует и то, и другое. Но все уместно. Вот вам баланс надо найти не в том, чтобы выбрать или это, или другое, а поставить соединительный союз и, и это, и другое. Только каждое, оно уместно как-то вот по обстоятельствам. То есть, окей, если я хочу повеселиться, я вот прям, мое окружение идеально, чтобы сесть, повеселиться, я не знаю, день рождения провести, собраться за каким-то семейным кругом, что-то там отпраздновать. Прекрасно, меня все понимают, и я вот прям свой. Но с другой точки зрения, если вам надо чего-то достичь, вы должны осознавать, что окружение вам в этом не поможет. Вам надо искать других людей, вам надо искать других единомышленников, вам надо просто четко разделять, кто и что, какую роль выполняет в вашей жизни. И это приведет вас к успокоению. Что все не постоянно, что все изменчиво, что если, то есть, знаете, вот баланс, как раз таки вот понимание, когда вы отклоняетесь в одну сторону, ровно столько для того, чтобы быть в балансе, вам придется отклониться и в противоположную, кардинально противоположную сторону. И вот здесь вам нужно понимать, что если где-то куда-то вы отшли от своей золотой середины, значит, последует и что-то другое. Здесь понимание просто, в какой-то цикличности, да, нужно вам наблюдать, я бы сказала, за собой и замечать некую такую цикличность, повторность в своей жизни, какие-то сценарии, с чем у вас связаны ваши сценарии? Рыцарь Монет. Рыцарь Монет. Улыбаюсь здесь, такой уникальный персонаж, изображен молодой художник с миллиардным состоянием, но если не рассказывать про его биографию, что очень-очень было бы интересно, это тот человек, который поверил в свои идеи. И когда ему говорили, что ты сумасшедший, сумасшедший в прямом смысле, вы знаете почему? Потому что здесь изображен сам художник, и он держит одно из своих творений, это, как это, скелет, не сказать, череп, череп инкрустированный с драгоценными металлами и бриллиантами, череп настоящего человека возраста, по-моему, 30-35 лет. Зубы у этого черепа вставлены настоящие, и вот это вот произведение искусств было продано за миллионы, миллионы лир. Ну, здесь этот английский художник, сейчас уже не помню имя. Вот. То есть все его произведения, они выходят из ряда вон, такие, знаете, вот как сказать, здесь гениальность на грани сумасшествия. И поэтому, какой сценарий, если все-таки смотреть на рыцарь Педакли, то здесь сценарий терпения для реализации каких-то, для материализации своих каких-то сумасшедших идей. У вас есть идеи, которые вы не можете реализовать, вы не знаете, как это сделать. Вот здесь вот этот вот сценарий, он говорит о том, что не обращай внимания на то, что скажут другие, делай, главное, чтобы ты в это поверил. Здесь ключевое как раз-таки вера в свои какие-то идеи. Почему? Потому что вы создаете свою реальность и реально создаете на основе того, во что вы верите. А у вас бесконечное сомнение, потому что внешний мир не соответствует внутреннему, окружение не соответствует вашим представлениям, и из-за этого вы не можете реализовывать свои какие-то идеи, то, во что вы верите. Почему? Потому что вам кажется, что это нереально, что я не смогу, я не справлюсь. И вот здесь вот рыцарь монет как раз-таки заземление своих идей, умение их реализовывать, умение их материализовывать только благодаря тому, что вы в это верите. Вот здесь вот ключевое не то, что как бы сделать способ найти, а здесь способ заключается в вашей вере. В чем вы не верите здесь? Здесь опять-таки двойка монет, как и Верховная Жрица, второй аркан, и здесь двойка. Двойка монет. В чем проблема? Почему вы не можете реализовать? Если вы посмотрите на эту карту, здесь две двери. Одна темная, одна светлая. И светлая дверь, она ясная, она понятная, она прозрачная. Точно так же, как и колесо фортуны. Вот здесь вот солнце, а вот здесь луна, свет и тьма. И здесь у нас, значит, тьма и свет. Так вот, двойка Пентакли в этой колоде, она говорит о чем? О том, что есть некое такое раздвоение в нашей голове непониманием. С чем оно связано? Светлая дверь, это про добро, это про щедрость, про открытость, ясность, прозрачность. И безусловно, это прекрасно. И в идеале было бы мне туда пойти, но меня манят темные двери, здесь вот бес, который выходит. Меня манят темные, потому что то, что неизвестно по луне, то, что сокрыто, а что там скрывается за этой дверью? Мне хочется туда. Да, это опасно. Да, я могу столкнуться с чем-то таким неизведанным, непонятным, но меня туда манят. Я не хочу там, где светло, я не хочу там, где понятно, прозрачно, ясно, я хочу туда, где мистика, туда, где неизвестность, туда, где что-то сокрыто от меня. То есть, а что, а вдруг там будет какой-то клад? То есть, вот это вот проблема того, что вы не можете материализовать то, что вы хотите, по причине того, что есть вот это вот некое такое раздвоение внутри вас. То есть, я понимаю, что в идеале было бы вот так, вот так правильно. Но у меня такое ощущение, что вот у вас не проработаны ваши какие-то тени. То есть, слишком, скорее всего, поэтому у вас окружение, оно такое, в кавычках темное, да, чтобы как-то вот не обозначить, в кавычках темное. Почему? Потому что через них вы как будто бы прорабатываете, не то, чтобы прорабатывать, вы проживаете свой теневой аспект. То есть, вы слишком правильные, слишком, как сказать, такие вот, как нужно, светлые такие, вот прям добрые, мягкие, пушистые. Но у каждого человека есть две стороны медали. Вот ваша темная сторона, она как-то не реализована. Хочется где-то кому-то нагрубить, отказать. Хочется как-то, может быть, нахамить, проявить, я не знаю, какое-то вот что-то свое негативное, где-то нашалить, где-то схитрить, обмануть, да. В зависимости, конечно же, как с вами люди обращаются в вашем окружении, они такие с оттенком темноты, скажем так, полутона серого, черного. Вот, почему? Потому что вот вы видите, как они живут, и вы через то, что вы видите вот этот вот негатив, да, где-то обман, где-то ложь, где-то хитрость, где-то манипуляции. Где-то люди просто себе элементарно позволяют плевать на всех и жить так, как они хотят, да, в свое вот это вот удовольствие. Там, радоваться, может быть, пьянки, не знаю, праздники какие-то, веселья, удовольствия. Вот через этих людей ваш темный аспект проигрывается, да, то есть вы себе это не можете позволить, но поэтому в вашем окружении есть эти люди. Они как будто бы вам показывают, вот смотри, что будет в твоей жизни, если ты себе это позволишь. И не всегда это негативно. Помните, я в самом начале сказала, что это могут быть успешные люди, но способ их успеха, либо он вас не удовлетворяет, либо результат. Что-то вас, в общем, не удовлетворяет, но они в своей жизни считают себя успешными, то есть у них все хорошо. Им самим собой окей. Это вы их видите как-то не очень-то окей, потому что вы видите теневые аспекты, которые вы в себе не принимаете. Здесь даже не то, что вы не правы, вы не принимаете. И поэтому вот это вот темное, оно все-таки манит, оно все-таки зовет. Почему? Оно говорит, вот проживи меня, прими. И тогда, когда ты, как бы знаете, спускаешься на самое дно, ты понимаешь, начинаешь ценить вот этот цвет. А сейчас, да, я понимаю головой, что это окей, но я это не совсем ценю. Почему? Потому что я не потерял этот цвет, он присутствует в моей жизни. А если я его утрачу и спущусь на самое дно своих теневых аспектов, что будет тогда? И вот поэтому, знаете, как это, плохие мальчики всегда притягивают хороших девочек. То есть вот это вот, а как это, да, там, кто-то будет драться, да, за вас. И это же хорошо, это же моя ценность, да, за меня дерутся. А то, что нормальные мужики могут договариваться, да, то, что у нас есть речевой аппарат, когда ты можешь просто словом, либо своим присутствием, если ты целостная такая личность, проявить силу по отношению к другому человеку, не физическую, а моральную, эмоциональную, просто своим присутствием тебя увидели, и вот эта вот твоя влиятельность, твоя статусность, твоя сила, она уже отгоняет тех людей, которые, других парнишек, которые ниже уровнем, да, то есть мужчина он всегда будет выделяться, он всегда будет отличаться от незрелых парней. Так вот, почему? Почему тянет туда, а не сюда? Вот здесь вот с этим нужно разобраться, и в этом и есть причина, почему вы не можете реализовать, потому что вам кажется, что реализовывать свои какие-то желания, свои какие-то цели можно, только, знаете, вот как будто бы правильным путем. Я не могу себе позволить где-то кем-то манипулировать, я не могу себе позволить использовать свои какие-то связи для того, чтобы продвинуть какой-то свой проект, да, то есть я не могу, вот здесь много не могу, потому что много правильности, и это было бы классно, это было бы здорово, если бы вы были целостны, если бы вы приняли в себе свой теневой аспект, но вы не прожили теневой аспект, поэтому вот эта вот правильность, она вас разрушает, она не дает вам благости, не потому что она сама по себе прекрасна, а потому что прекрасно все, когда соединено, вот это вот инь и янь, да, когда есть, как бы так сказать, баланс между этими двумя силами, активными и пассивными, а вы как будто бы активные здесь, да, присутствуют, а вот пассивные нет, вот здесь недоработка, не дошлифовали, не узнали, здесь, знаете, как будто бы какую-то часть себя очень большую вы не узнали, и вот когда вы ее узнаете, да, я не говорю, что вы станете здесь, не надо вам бояться, что вы пойдете темным путем, неправильным путем, я вас на это не агитирую, а я говорю о том, чтобы узнать, да, вот вас туда манят узнать, что это за темная дверь, и в этом есть свой риск, вы можете обратно не вернуться, вам никто не гарантирует то, что вы можете вернуться из этого там темного подвала, но что скрывается в этом темном подвале вашего бессознательного, все зависит от вас, на какой ступеньке вы остановитесь, просто заглянете и уйдете, либо отпуститесь на самое дно, и вас так затянет, что вы не сможете вырваться, но вот это вот ваше какое-то бессознательное, то, что вы не осознаете, то, что вас манит, но при этом одновременно пугает, вот это вот нужно исследовать, и вот когда вы как-то узнаете об этом, вы придете, как я уже сказала, да, начнете оценить этот свет, и вы будете выбирать белый свет не потому, что это правильно, а потому, что это ваш выбор, потому что вы когда-то были в этой тьме, и вы поняли, что ничего хорошего там нету, когда ты спускаешься на самое дно, но вы это не будете знать, вы это будете, это будет вашим опытом, вы это проживете, как говорится, на своей шкуре, и вас туда больше никто никогда не сманипулирует пойти, потому что вы поймете ценность идти светлым путем. Что-то я сегодня много разглагольствую, прям столько философии, ну, сори, такое вот, такой, такой расклад, такие карты, такие ощущения, да, я просто думаю, чем бы вам перекрыть, ну, давайте верховные жрицы, вот, это у меня была вторая позиция, мы с вами переходим к позиции номер три, троечки, приветствую вас, сегодня такой интересный, необычный расклад, потому что колода такая, да, все зависит от того, как говорится, какой язык ты используешь, вот, каждая колода, это свой какой-то определенный язык, на каком ты говоришь, такую информацию ты и транслируешь, через призму такую информацию реализовываешь, а значит, какой духов, в каком духовном уроке вы залипли тройки? Королева Пендаклей, в этой колоде Королева Пендаклей изображена в виде мадам Ленарман. Здесь ощущение того, что, знаете, какая-то вот преданность каким-то своим принципам материальным. Может быть, кто-то здесь погряз действительно в какие-то заботы, может быть, здесь люди одержимы желанием создать семью, причем именно одержимость, да, зацикленность, потому что вопрос все-таки звучал, в каком духовном уроке вы залипли. Королева Пендаклей – это архетип заботливого человека, знающего человека уже с опытом, человека такого терпеливого, верного, преданного, человека, который, знаете, даже в бизнес-сфере может расширять. То есть это человек настолько хозяйственный, который может управлять любым бизнесом и его преувеличивать. То есть что бы вы ни дали этому человеку, он всегда будет приумножать эти ресурсы. Он никогда их не оставит на том же самом уровне, либо здесь не будет разрушительных каких-то моментов, да. То есть здесь вот эта вот именно хозяйственность и умение заботиться, заботиться о своих каких-то идеях, заботиться о своей семье, о своих каких-то проектах. То есть внимание, которое мы уделяем. Почему мы залипли именно в этом? То есть я, во-первых, я хочу еще раскрыть, о чем здесь отшельник. Здесь залипли на том, чтобы разобраться, чтобы определиться как-то, я бы сказала, с вашим финансовым аспектом. Для кого-то это действительно семейная жизнь, да, то есть понимание каких отношений я хочу, какой семьи я хочу, да, какой стабильности, возможно, я хочу. То есть вы как будто бы залипли в анализе, прям очень глубоко погрузились и забыли выйти на поверхность. Полное такое отдаление, уединение. Знаете, как будто бы ищете ответ на какой-то свой вопрос, который вам прояснит что-то. И через это прояснение вы как будто бы ощутите свободу. Здесь ощущение того, что вы хотите как-то высвободиться от чего-то. Но мне показывают некий колодец, вот вы, причем колодец какой-то бездонный, и вы спускаетесь все ниже и ниже к этому колодцу, с чувством, что вот сейчас, сейчас будет это дно, я спущусь туда, посмотрю то, что мне нужно, и я смогу выйти. А колодец, он бездонный. И вы вот, вас это поглощает все глубже и глубже, и глубже, и вы, уже, знаете, тот вход, когда вы вошли в этот колодец, он уже настолько далек, что полная тьма вас окружает. Ни за вами нету света, ни впереди нету какого-то просвета. Вот здесь какое-то застревание в этом анализе, в этом поиске ответов. Что вы ищете? Какой ответ вы хотите найти? Король кубков. Знаете-ка, хочется сказать, как в материальном мире прийти к любви, здесь очень глубокое такое понятие, да, люди как будто бы хотят разобраться, существует ли любовь, и что это такое. Здесь как будто бы здесь изображен человек, который поверил в какую-то свою идею, и независимо от того, кем он был и чем он занимался, он создал какое-то свое новое направление, свою новую школу. Вот здесь вот ощущение того, что вы хотите как будто бы создать что-то свое. найдете ответ на какой-то вопрос, как вам создать то, во что верите вы. причем это не то, что новое, а здесь это как будто бы хорошо забытое старое, но под новым, не то чтобы под другим соусом, а под какими-то новыми взглядами. То есть здесь, знаете, как будто бы анализ, как я смогу создать ту счастливую семью, здесь как будто бы уже второй брак, человек ищет партнера, потому что здесь уже есть опыт. Это как это, знаете, выражение. Первый брак для опыта, второй для счастья. И вот здесь вот у вас как будто бы такое ощущение в понимании, даже если это не касается брака, касается какой-то стабильности, финансового спектра, как я уже говорила, здесь как будто бы вы хотите найти свой какой-то способ того, как вы можете что-то сделать. И вы понимаете, как бы так сказать, то есть определение, если я хочу создать семью, эта семья, она будет не похожа ни на какую другую, потому что принципы взаимодействия в этом партнерстве, они будут какие-то свои, они будут на основе собственных каких-то взглядов. Ну, к примеру, допустим, это не будет какой-то традиционный брак, а это будет какой-то гостевой, в котором, я не знаю, люди будут приезжать друг к другу, встречаться на какое-то время, могут пожить какое-то время, потом снова будут свободны, либо в браке будет полностью ощущаться какой-то, вот знаете, свобода действий, либо, я не знаю, живем в одной семье, но при этом, ну, в одной, под одной крышей, но при этом каждый человек может, например, спать в своей комнате, потому что так удобно им, так комфортно, потому что сон для каждого из партнеров, он важен и он ценен, а спать вместе, тем более в обнимку, это некомфортно и неудобно, и человек может не высыпаться. Поэтому здесь вот какие-то такие ощущения, что, либо если я говорю о создании какого-то своего бизнеса, либо увеличение каких-то доходов, вы как будто бы ищите свой способ. Да, он может как-то опираться на то, что уже известно, но вот какой-то вот свой подход, я не знаю, то ли подход клиента может быть другой. Вот здесь что-то такое, знаете, вот отношение к людям может быть другое, создавать какую-то такую комфортную обстановку, вот обволакивающую, где присутствует некое такое расслабление, где мне будет в первую очередь комфортно, и потом уже другим людям. Здесь вот этот вот поиск, вы в поиске застряли. А почему здесь застревание? Я не понимаю, то есть в чем, что здесь плохого такого? Рыцарь кубков. Что здесь такое? Здесь как будто бы вы не можете соединить какую-то вот свою гениальность, какие-то свои идеи. Почему? Потому что они как будто бы на грани, как-то вот граничат, там, я не знаю, с любовью к жизни, и при этом с попытками суицида. Там, я не знаю, какое-то вот желание быть успешным человеком, и при этом нежелание выходить в свет, как-то вот общаться, создавать какие-то связи. Здесь какая-то, вот знаете, талантливость, какая-то гениальность на грани с разрушающими силами идет. И что, вы не можете это в себе соединить, или что? Шестерка жезлов. Здесь, знаете, вы как будто бы не принимаете свои успехи, да, свою победу. Здесь, опять-таки, мне идет грань. С одной стороны, это победа, это успех, это то, что я становлюсь кумиром, и мной восхищаются. А с другой стороны, вот эта вот фанатическая толпа поклонников, которая в любой момент может меня разрушить. То есть, да, присутствует победа, да, я в центре внимания, да, есть какая-то известность в том круге, в котором я нахожусь, но при этом одновременно присутствует и понимание того, что в любой момент меня могут свергнуть. То есть, так легко, как меня возносят, вы видите в этом, что в любой момент вот эта же толпа, она может меня и уничтожить, да, то есть, вот этот вот фанатизм, поклонение моей личности, моим талантам, оно в какой-то момент может меня и разрушить с той же легкостью. То есть, те же самые люди, которые восхищаются, желают дружить, желают как-то признавать меня, те же самые люди могут бросить камень меня в спину. То есть, вот здесь как-то ощущение того, что вы не понимаете, как вам себя вести, как вам дальше жить, да, то есть, как соединить вот эти два момента. Потому что, с одной стороны, хочется идти к вершине Олимпа, а с другой стороны, ты понимаешь, что победитель, он одинок, на вершине места только одному, и что потом, да, вниз ты смотришь, да, там много, но я туда пришел, я туда не хочу, а там, где я нахожусь, я одинок. И что мне выбрать? Мне выбрать одиночество, либо мне быть, ну, то есть, знаете, как-то индивидуальное развитие, самостоятельное, где не у кого спросить, где ты сам проживаешь, как пионер, какие-то новые опыты, у тебя нету поддержки, потому что тебя никто не поймет, а с другой стороны, я к этому стремился, и если я спущусь с Олимпа вниз, я буду также частью вот этой системы, частью, одним бараном из стада таких же баранов, да, не в обиду сказано баранов, а про групповое какое-то развитие, то есть у людей есть групповое, индивидуальное, вот если индивидуальное, то оно индивидуальное, оно в одиночку, нету здесь ни помощников, ни союзников, ни наставников, никого, потому что это ваш путь, а с другой стороны, есть групповое развитие, как все в системе, и вот вы понимаете, что система мне уже не подходит, но как в одиночку, мне здесь не страшно, а здесь непонимание, как, знаете, это как млекопитающее, они, если я не ошибаюсь, они и в воде, и на суше живут, и вот когда вы находитесь в воде, как крокодил, вместе с другими рыбками, и другими существами, вы понимаете, что, ну блин, что-то я слишком большой, для этого аквариума, и мне хочется выйти самостоятельно, а когда вы выходите, вы понимаете, что мне не хватает уже вот этих вот рыбок, да, потому что мне не хватает этой привычной жизни, а здесь на суше я не знаю, как мне быть, и вот здесь вот это вот залипание в поиске ответов, здесь какие-то очень глубокие вопросы, которые, возможно, вы задаете сами себе, так, какой вопрос здесь еще задать, то есть вы залипли в этом поиске, на что вам, что вам поможет, да, выйти на свет, найти ответ на вопрос, аркан справедливости, знаете, я расскажу вам смысл этого аркана, здесь, значит, аркан справедливости, доска, я не знаю, насколько вам видно, доска, на доске, значит, правильно я сказала, 10-11, да, здесь, значит, перевернутый ангел летает, и он держит весы, здесь, значит, собрали все сумасшедшие, и один, который пришел за своей горской таблеток, лекарств, и вот смысл этого аркана говорит о том, что перед вот этим вот ангелом, да, в виде медбрата, либо медсестры, не, мужчина здесь, медбрата, перед ним все равны, то есть все получат свою дозу лекарств, никто не получит ни больше, ни меньше, вот сколько тебе врач прописал лекарств, таблеток, столько ты их получишь, ты просто ждешь своей, своей очереди, да, и тебе выделят то, что тебе нужно, поэтому, что поможет, понимание, что все будет по справедливости, то есть здесь, знаете, как-то, как будто бы знание законов, поможет вам понять, и разобраться в вашем вопросе, то есть вот законы, причинно-следственных связей, что посеешь, ты не можешь получить то, чего ты не заслужил, мы все получаем то, что мы можем заслужить, здесь нужно работать, скорее всего, не над поиском ответов, какой путь выбрать, а независимо от того, какой ты путь выберешь, ты получишь тот результат, который ты хочешь, и здесь нужно задуматься, а какой результат я хочу, и вот исходя из конечной точки, из того, к чему вы хотите прийти, вы будете выбирать путь, не путь вам надо выбрать, то есть я к вашим, либо к нашим, как обезьянка, я либо к умным, либо к красивым, а вопрос то, а что ты хочешь получить, если ты хочешь жить по жизни красивым и счастливым, так иди к этим обезьянкам, а если ты хочешь быть по жизни умным, и все время показывать, доказывать свое интеллектуальное превосходство, так иди вот к этим обезьянкам, понимаете а вы не тех не хотите и других не хотите вы хотите свой но тогда значит у вас есть какое-то свое представление того что вы хотите добиться в этой жизни кем вы хотите идти и идите этим путем и вы получите то что вы заслужили потому что здесь вопрос выбора вы выбираете например быть счастливым и все что вы делаете вы сопоставляете с этим своим с этой своей целью то есть вот если я вот так поступлю это даст мне счастье мне в моем понимании моем представлении не в общепринятом моем да тогда я это делаю нет не сделать меня счастливым я это делать не буду чего бы мне это не стоило и в конечном итоге вот это вот сопоставление с тем с вашей целью с вашим результатом то что вы хотите она и даст вам то что вам необходимо здесь вы немножко запутались поэтому я сказала нету света не сзади вы настолько отдалились отхода и нету света впереди поэтому вы застряли в этом туннеле а в этом туннеле тьмы вы видите только тьму вы не видите просвета здесь вот справедливости вам говорят о том что вы получите по справились вы всегда все получают по справедливости то что вы сеете потому что нету внешнего какого-то миша вмешательства это не то что другие люди вам ставят какие-то преграды на вашем пути а это то что вы сеете вы должны получить вот такой результат а этот результат он возможен лишь при вмешательстве к примеру третьих лиц это не 3 то есть третьи люди они тоже проигрывают какие-то свои сценарии то есть все в весь этот спектакль он взаимосвязан и здесь причина не там я не знаю не вторых ролях актеров а в главной роли что вы играете какую роль вы проигрываете то есть если вы проигрываете что-то мне гамлет идет роль я не знаю драматическую какую-то вы не сможете быть это не может быть комедийным да то есть либо там триллер какой-то вот есть вам нужно понять какую роль вы проигрываете то есть первично вам нужно понять чего вы хотите если мы говорим о профессиональной сфере в которой вы застряли кем вы хотите стать и почему для чего вы хотите стать таким человеком вот задумайтесь для чего не почему а для чего почему потому что ответ на вопрос почему он вызывает эмоциональное переживание и он где за мотивирует если такое слово есть демотивирует человека а вопрос для чего он как-то мотивирует движет двигаться вперед поэтому если вы хотите например создать семью почему я говорю про сильно потому что королева педакли это архетип материнства один из архетипов матери заботливой внимательной терпеливой женщины с опытом с уважением пока я уже сказала да если вы хотите проигрывать такую роль вам нужно понять для чего для чего вы хотите стать вот именно войти в этот брак опять-таки если вы ощущаете воспринимаете себя целостной личностью то вам другой человек не нужен потому что вы целостные и без другого человека если вы не целостная личность вы будете желать другого человека чтобы он вам помог в решении ваших задач мужчина например нужны того чтобы решил какие-то домашние там задачи не знает там что-то в доме как-то обеспечил если финансовый вопрос не стоит какая помощь может быть вам моральная помощь нужна может быть нужно решить этот аспект а не вступать в брак понимаете о чем я говорю надеюсь то есть вопрос для чего вы желаете то что вы желаете это первично нежели понять как достичь того что я хочу и что я хочу создать это вторичное она выйдет уже вот отсюда у нас аркан справедливости как раз таки и выходит то здесь третья позиция она очень такая глубокая здесь очень много вопросов которыми вы задаетесь но я бы сказала что вопросы они скорее не совсем не корректно заданы они нацелены на процесс на получение а вам нужно на результат пересмотреть то есть а какой результат вы хотите для чего для чего хотите семью если хотите именно вот такую семью то для чего именно такую семью если хотите деньги для чего вам деньги может быть допустим я хочу купить дом к примеру и мне нужно как-то вот зарабатывать так делайте акцент на то а как я могу получить дом да то есть вы делаете запрос вселенную на получение результата они на получение инструмента чтобы получить то есть деньги это инструмент который на с помощью которых мы можем получить то что мы хотим а вам нужно делать запрос на дом не на деньги а на дом на какой дом не знаю может быть вы действительно выйдете там замуж либо женитесь и у партнера будет то дом который вы хотите может вы получите в наследство может быть будет что-то разыгрываться может быть нужно будет как-то я не знаю взять ипотеку какие-то шансы появятся другие а когда вы хотите вот я хочу денег вам говорят а денег мы тебе не дадим мы тебе можем дать дом но ты на него не смотришь понимаете в чем фишка ну здесь что-то такое так больше мне здесь сказать по 3 позиции нечего поэтому свет вашем туннеле вы сможете найти через вопрос для чего мне то что я ищу для чего мне тот ответ который я хочу получить здесь вы очень такие знаете как бы так сказать не совсем с одной стороны да здесь идут материальные вопросы могут проходить да про какой-то вот например я хочу какую-то стабильность в своей жизни я хочу какую-то определенность своей жизни и безусловно если вступить в диалог я могу с вами согласиться что да это действительно необходимо так проще жить так понять и мы так устроенные люди нам это нужно а с другой стороны вы не выбираете путь людей но те кто живет своей обыденностью вы тот человек который идет своим индивидуальным путем да как-то я не люблю слово исключительность потому что она разделяет разделение это всегда от ума потому что в духовности все едино все взаимосвязано и все едино и когда мы начинаем включать свой ум мы разделяем почему потому что мы начинаем ум направлен на классификацию какие у него задача такая да все классифицировать все разделять так вот когда мы используем слово исключительность мы говорим что вот ты особенный а другие нет да и здесь идет разделение на тебя и на других но в данном случае если использовать это слово для понимания вашего я могу сказать что вот ваша исключительность мы вам нужно найти вот эту вот вашу свою изюминку до свою вишенку на тортике для чего она вам она у вас есть она вас присутствует как вы найдете ответ для себя для чего и вот для чего я такой для чего у меня такие способности для чего у меня такие взгляды вот на это надо обращать внимание другие вопросы они сами структурируются другие ответы на вопросы они сами структурируются вот такой был у меня для вас сегодня расклад удивительный для меня колода я могу вообще я могу долго рассказывать по одной карте потому что постоянный поток вот этой вот информации идет но здесь настолько меня прям знаете вот хватает за душу прям вот как какая-то глубина и вот она вся какой-то вы знаете не исчерпаемый источник вот он идет 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 и ты говоришь 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 причем одно тебе показывает другое вот эти вот все связи я я безгранично благодарна если меня слышат авторы этой колоды эльзы и евгений внецкий фамилию эльзы не называю потому что для меня на сложных проговоров не чтобы не ошибиться не оскорбить кого-то вот именно неправильностью произношения фамилии прям очень такая глубокую работу произвели люди они несколько лет по моему создавали эту колоду я я восхищена на данный момент вот для работы такой очень глубокой плане понимания себя хождение ответов прям колода замечательные замечательные дорогая но она того стоит действительно того стоит я с вами прощаюсь до понедельника напомню что сегодня выйдет вы в пятницу смотрите этот расклад сегодня выйдет расклад для спонсоров на тему что такое лицемерие философский расклад если вы еще не подписались на спонсорство я могу сказать что там три уровня это не обязательно подписываться на все три вы можете выбрать самый элементарный простой по моему стоит либо 50 рублей либо 500 рублей могу ошибаться вот и будете получить получить получать значок что вы спонсор да и ваши комментарии они будут выделяться под любым моим роликом я буду видеть то есть все зависит того какой вы уровень выберете то есть по каждому кошельку можно выбрать что-то все зависит того как как вы видите это спонсорство кто-то как мне сказал я вижу это как благодарность за твою работу и поскольку я не могу постоянно высылать донаты да то вот подписываясь на спонсорство это для меня своего рода такой донатца и благодарность за твой труд вот прощаюсь всем пока пока